Сегодня день воинской славы России. Страна отмечает знаковую дату. 27 января 71 год назад была полностью снята блокада Ленинграда. Памятные даты сегодня посвятили вечер встречи в музее Диораме. Диана Калединова с подробностями. 900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги. Именно такое вошла в историю военных лет блокада Ленинграда. Она стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. По городу было выпущено почти 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 100 тысяч бомб. Гитлер хотел стереть город с лица земли, выбрав жестокую тактику долговременной осады. Только от голода умерло более 640 тысяч блокадников. В 71-ю годовщину снятия блокады в зале музея Диорамы провели памятный вечер, показали документальные фильмы и вспомнили о героях-освободителях. Среди тех, кто участвовал в освобождении Ленинграда, Николай Андреевич Зинченко. Он рассказал гостям о том, как удалось силами армии заставить противника отойти от города. Мы в составе Ленинградского фронта начали наступать в южном направлении. Успешно прорвали эту оборону мощнейшую противника. И уже в течение где-то недели, дней 5-6 прошло, мы уже сумели окружить большую группу войск в районе Красного села и Ропша. Встреча объединила представителей ветеранских и молодежных организаций. Представители старшего поколения делились воспоминаниями. Будущие защитники Родины ловили каждое слово. Такие встречи дают возможность узнать о героическом прошлом своей страны, что называется, из первых уст. Я там не была, но наслышана, да, и видела же фильмы. И вот сегодня, может, замечу, я плакала сегодня. Уже нервы такие, что не выдержит. Потому что это горе, вот сколько лет уже от войны, и ты же такие картины, и такие рассказы слышишь, и их переживаешь. Это я на фронте, уже мы узнали, что Ленинград освободили в 44-м году. Так что мы знали, это радость была. Вы понимаете, за Ленинград-то все болели. За массовый героизм и мужество в защите Родины, проявленные блокадниками, Ленинграду присвоена высшая степень отличия. Звание «Город-герой». Сказать ветеранам слова благодарности за подвиг пришли и представители депутатского корпуса Лариса Гончарова, Любовь Киреева и Андрей Маликов. Очевидцев тех событий с каждым годом остается все меньше. Но память о подвиге должна жить в сердцах людей. Блокада Ленинграда стала настоящим испытанием для всей страны, и не только для населения одного из самых крупных городов мира. Вообще в истории есть очень мало примеров, когда город с более чем миллионным населением выдерживал 900 дней полной блокады. Сегодня же в музее Диарами открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда. На ней представлены документы и личные вещи белгородцев, участвовавших в битве за город на Неве. Диана Галединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.